Друзья, всем привет! Меня зовут Олеся и вы в Forrest Home. Я решила подготовить для вас ролик про хищные ножи и перед тем, как вы посмотрели это видео и написали в комментариях, а где Black Talon и Матриарх, я просто вас предупрежу, что я постаралась взять гораздо более новые ножи, чтобы чем-то вас удивить. Какие ножи вообще можно назвать хищными? Думаю, что каждый может вложить что-то свое в это понятие. Я подразумеваю под этим ножи с какими-то агрессивными формами, что-то типа Варнклифа или также на хищность ножа может, например, указывать размер. То есть длинные и узкие ножи, мне кажется, выглядят довольно-таки хищно и сейчас посмотрим, сможете ли вы со мной согласиться. Дело в том, что к нам приехали новые даггеры и не понимаю, почему их все назвали по-разному. Это гарпун, тесак, финка и так далее, потому что, честно говоря, мне кажется, что это на самом-то деле одна модель просто с разными типами клинков. Несмотря на то, что у них довольно-таки интересные дизайны, много материала, стоят всего лишь по 3000 рублей и я думаю, что каждый из зрителей может подобрать ту модель, которая нравится ему больше всего. Из представленных здесь есть клинок, который представляет из себя какую-то смесь дроппоинта и танта. Кто-то вроде кливера, более классический дроппоинт, а также более интересный со спусками от середины. Радует, что все эти ножи это продолжение бюджетной линейки бренда. На клинках 8 хром 14 молибден ванадий, на рукоятях термопластик ФРН с фирменной текстурой компании. Также, что еще такого опасного есть в этих ножах, это, конечно же, традиционные клипсы, которые сделаны в форме черепов. Пока что каждая модель есть только в черном и в оливковом цветах. Хочется, конечно, большего разнообразия, но я думаю, что, возможно, скоро оно будет. Ну и лично мне бы хотелось какую-нибудь из этих моделей, я думаю, что вот этот вот модифицированный танта, увидеть в более премиальном исполнении. А теперь покажу дорогой нож, но, в общем-то, когда на него смотришь, и так понятно, что стоит он совершенно точно недешево. Это Ziphyus от бренда V-Knife. Супер крутой дизайн, довольно-таки необычный клинок Ворнклифф и, как всегда, у V-Knife потрясающая механика. Можно открыть этот нож за шпеньки с обеих сторон, за флиппер или же с помощью замка Button Lock. Клинок изготовлен из стали CPM20CV, также здесь есть два типа обработки клинка. Это Blackwash и Satin, выглядит интересно. Рукоять титановая и также здесь есть еще карбон. Также отдельная фича это T-Maskus, его можно найти в осевом. И на самом деле радует, что его здесь не очень много, иначе нож не выглядел бы так минималистично и в то же время довольно-таки дорого. Есть симпатичная клипса и отверстие для темляка. Следующий нож это Bulltask от CVV. Выглядит, пожалуй, не очень агрессивно, но, возможно, только в этом исполнении. Мне почему-то захотелось показать вам самый такой заряженный нож из серии. Есть и с более обычной сталью, не с дамаском, и с другим материалом рукояти. Здесь же это ульте. Поэтому нож выглядит не супер агрессивно, но в то же время взгляните на его форму. Какая-то харизма в нем есть. Более того, он называется Bulltask, и это переводится как бычий клык. Потому название говорит о том, что это не настолько простой нож. Кстати, он достаточно неплохо лежит в руке, несмотря на то, что клинок довольно-таки широкий, как и, впрочем, рукоять. Думаю, он подойдет для ежедневного ношения. Он не тяжелый. Замок Liner Lock открывается за флипер. Также можно открыть за отверстие в клинке. Есть такой небольшой чойл, насечки на обухе. Так что да, рукоять эргономичная, и я думаю, что практически в любой руке он будет довольно-таки клево лежать. Также здесь есть клипса с глубокой посадкой на карман, довольно-таки длинная, и ее можно переставить на другую сторону. Что ж, следующий нож это Griffin от бренда Wosted, и я взяла два исполнения. На самом деле есть больше, но мне приглянулись вот эти расцветки. Фиолетовая с зеленым спейсером, контрастирующим, выглядит очень клево, и желтенькая тоже напоминает о солнце, которого в Питере нет. Выглядят довольно-таки, кстати, дорого, но на самом деле клинки изготовлены из простой стали 14C28N, а на рукоятих G10. В руке лежит тоже неплохо, и я думаю, на каждый день тоже вполне себе подойдет. К замке лайнер также есть клипса, но ее можно оставить лишь в одном положении. Вообще, мне кажется, бренд Twosted имеет какую-то слабость к клинкам типа Ворнклифф или Кукри, в общем, там, где верхняя часть стремительно идет вниз. Что еще могу сказать по поводу грифинов? То, что я никогда не смотрела этот мультик. То, что меня часто подкупает. Куча способов открывания ножа. Здесь есть, посмотрите, вот такой вот маленький флипперочек, и нужно приложить совсем мало усилий, чтобы нож открылся. Также есть фронт флиппер, довольно-таки приятный, и не нужно себе стирать палец. И довольно-таки удобное отверстие в клинке. Правда, отверстие лично мне как-то очень сильно напоминает дизайны Джаспера Воксна. Идем дальше. Хансмен от Кайзер. Вот такая вот странная штуковина. Почему называется охотники? Наверное, потому что этот нож похож на какое-то дикое животное. Но я не знаю, это просто мои догадки. Почему я нахожу его агрессивным, хищным? Да потому что он похож на агрессивное какое-то животное. Я не знаю, может быть, это какой-то бешеный носорог или медведь. В общем, пишите в комментарии, какие ассоциации вы видите. А еще, кстати, мне кажется, что вот этот вот дол напоминает какие-то кости или, может быть, скелет. Ну, в общем, что-то в этом духе. Клинок, конечно, странный. И работать им, наверное, будет странно. Возможно, кто-то захочет его использовать в качестве скиннера. Ну, не знаю. В принципе, на EDC, я думаю, что хватит. Клинок изготовлен из порошковой стали S35VN с обработкой сатин. При этом механика тоже радует. Нож открывается как за шпинки, так и с помощью вот этого самого дола. И звук издается весьма приятный. На рукояти титан и карбоновые плашки. Замок, фрейм, лок. Также имеется клипсон, но только с одной стороны. А на очереди мантикора от Maxace. Да, вы посмотрите на этот нож, посмотрите фотки мантикоры, и я думаю, что все будет понятно. Мантикора это такое мифическое существо. Насколько я помню, там должна быть голова человека, тело льва и хвост скорпиона. Может быть, еще какие-то дополнения. Этот нож тоже выглядит странно и весьма хищно, как и это существо. Также, я думаю, здесь отсылка к тому, что в этот нож много всего тоже как будто бы понапихано. Взять хотя бы способы открывания. Здесь тоже есть и флипер, и фронтфлипер, и шпинки с обеих сторон. При этом, обратите внимание на клинок, какой он вообще формы, и, конечно же, на его геометрию. То есть, здесь вогнутые спуски, прямые спуски под разными углами, разная обработка. Ну, то есть, это все, конечно же, сатин, но он направлен в разные стороны. Рукоять титановая с обработкой Stone Wash. И, конечно же, Т-маску, с которой мы можем найти на осевом и на клипсе. А также на спейсере. И если вам вдруг покажется, что это не особо вписывается в общую цветовую гамму, то еще раз посмотрите на фотографию мантикоры и больше не задавайте таких вопросов. Несмотря на то, что нож довольно-таки жирненький и тяжелый, в руке лежит просто невероятно круто. Мне понравилось. Здесь есть такая удобная выемка с насечками на обухе, специально под большой палец. Также удобная выемка для пальца на рукояти. Ну, и чуть не забыла сказать, что клинок все-таки изготовлен из стали Magnacat. И я думаю, что сейчас это одна из самых популярных и топовых порошковых сталей на ножевом рынке. Замок Frame Lock. Очередной хищный нож. Это Civic от российского мастера Lizard. Клинок изготовлен из VG10 на рукояти Micarta. Ну, я думаю, что не надо объяснять, почему этот нож хищный. Вы взгляните на его форму. Он такой когтевидный и здоровый, и в целом, возможно, даже в чем-то опасный. Не знаю, что вкладывал мастер в лазерную гравировку на клинке, но мне она, опять же, напоминает чешую какого-то, возможно, мифического животного, дракона. И это хорошо гармонирует с Micarta на рукояти, как визуально, так и по текстуре. Единственное, что расстраивает, это то, что иногда приходят не совсем аккуратные ножи. И да, вот это вот меня немножечко огорчило. Но следующий нож мне понравился немного больше. По крайней мере, по качеству исполнения. Это Kinjalius по материалам VG10 и G10. Не надо объяснять, почему он так называется, почему он хищный. Потому что кинжалы, в принципе, довольно-таки брутальные и агрессивные штуки. Здесь же еще добавляет красный цвет, следы когтей на клинке, а также ножны. Вы просто посмотрите. Отдельно радует, что комплектуется ультиклипом. Это очень удобно и хорошо. Можно даже носить на кармане и не придумывать каких-то дополнительных креплений на ремень или снаряжение. Конечно же, я забыла рассказать про самый хищный нож из сегодняшней подборки. Все это время он был с нами на моей футболке. Это Cold Steel T-Lite. И, конечно же, его тоже можно найти в Forest Home. А на этом все. Пишите в комментарии, какие ножи вы считаете хищными. А также перечисляйте свои любимые агрессивные модели. В описании вы найдете ссылки на все, что вы сегодня видели. А также скидку 10% на некоторые бренды. С вами была Олеся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok